Зима 2019 на осадке не щедра. Была до вечера четверга, когда на долю ивановских коммунальщиков выпала как минимум недельная норма снега. В ночь на 18 января на дежурство вышло 25 комбинированных дорожных машин. С часу ночи проводилось прометание улиц города, с 5.00 проводилась посыпка песко-соляной смесью проезжей части. Также на ликвидацию навалов снежных на улицах города в ночь работало 14 тракторов, грейдеров и погрузчиков. За ночь с улиц города вывезено более 2,5 тысяч кубометров снега. Кто победил, коммунальщики или снегопад, стало ясно уже утром. Коммунальщики справились с первым испытанием снега? Да, потому что я хожу только по центральным улицам, вглубь не захожу. В принципе, с утра, когда я выехала, дороги были все, ну, основные дороги были прометенные, ездили машины, которые солили, что-то там рассыпали, поэтому сейчас лужи и грязь. Вот. Обочина плохо убрана, потому что там, я так думаю, парковались просто-напросто на ночь машины. А так, основной центр, я так полагаю, был выметен. В центре города, на Шереметьевском проспекте, тротуары действительно прометены. Дорога обработана песко-соляной смесью. Невооруженным глазом видно, техника потрудилась на славу. Но не все ивановцы живут на центральном проспекте. Перемещаемся на расстоянии примерно 300 метров от Шереметьевского. Это улица Дунаева. На проезжей части снежные навалы. Вместо тротуаров тропинки, вытоптанные родителями с детьми. Ведь как раз на этом участке располагается два социальных учреждения – детский сад и школа. Хотя именно такие объекты должны быть у коммунальных служб в приоритете. А так выглядят последствия снегопада в спальных районах Иваново. В частности, на сортировке. Основные дороги посыпаны. А вот пешеходам из дома проще не выходить. Особенно пожилым. Снег сегодня сырой. Охо. Когда надо, куда приходится идти. Надо улицу налить, тротуары. У частных домов мало чистят, вообще не чистят. В Ленинском районе в частном секторе вообще уборки не было. Поэтому я считаю, что нужно навести, нужно принять систему по уборке улиц. А не так, чтобы центральные улицы только убирать и не обращать внимания на второстепенные. Как правило, частный сектор от капризов природы страдает особенно сильно. Все потому, что снегоуборочная техника выезжает туда только по заявкам ТОСов. Частный сектор убирается в порядке общей очереди. И когда мы можем выделить технику на уборку данных улиц. Большая очередь? Очередь большая, но мы работаем. К счастью, это не прошлогодний снегопад века. Кроме того, стоит отдать должное коммунальщикам. Уборочная техника продолжает работу. Еще не вечер. Возможно, грейдеры и за пределы центра города проложат свой маршрут. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.